Путь, которому мы служим, и вся слава принадлежит лишь только Господу. Я думаю, что сегодня, когда мы были утром, мы пережили благословение, мы молились, мы пели, мы слышали Слово Божие. Мы сегодня и в этот прекрасный вечер тоже собрались, чтобы прославить имя. Наш Господь, один достоин славы. И вся слава только принадлежит Ему. Поэтому я сегодня, смотря на обстоятельства, которые даже в нашей стране, вы знаете, мы молимся, Господи, благослови нашу страну, благослови Америку, дай, чтобы Твой мир, Твое благословение, оно было над этой страной. Я думаю, если будет о стране спокойствие, мир, и нам будет хорошо. Поэтому мы молимся, Господи, дай мир, чтобы Твоя любовь, она наполняла жизнь каждого из нас, чтобы мы всегда были в руках Господних. И Псалом 90 написано так. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Ибо Ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу Его. С Ним я в скорби избавлю Его и прославлю Его. Долготой дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое». Прекрасный Псалом. Я пропускал там несколько стишков и читал, что «живущий под кровом Всевышнего» что? Покоится. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Если сегодня Ты надеешься на Господа и уповаешь на Господа, Он дальше говорит, что насыщу долготой дней жизни и явлю Ему спасение мое. Наше спасение, наша защита Господь. Поэтому мы сегодня верим, что Бог всегда с нами. Он слышит наши молитвы, Он хранит наши семьи, Он благословляет нашу жизнь. И в каждом дне мы видим Ее благословение. И даже когда мы сидели здесь в скамейках, и братья говорят, как время идет неумолимо, быстро. Вы знаете, уже служение началось, да? И время пошло. Я думаю, что с каждым днем, с каждой минутой, дорогие друзья, мы приближаемся к вечности. И будет тот день, время, когда Господь придет за Свою церковью, за Своей невестой, а сегодня живущий под кровом Всевышнего покоится. Пусть Бог благословит вашу жизнь. Пусть Божье благословение будет всегда в нашей жизни. Я прошу, давайте мы сейчас, вставши на наши ноги, призовем имя Господне и попросим благословения на служение. Наш всемогущий и любящий Отец, мы благословляем имя Твое, отдаем всю славу Тебе. Мы сегодня под защитой Твоих крыл, Господь. Мы находимся до утешения у ног Твоих, Господи. И сегодня, находясь в доме Твоем, Господь, наша молитва к Тебе, благослови жизнь каждого из нас. Благослови нашу страну, в которой живем. Пусть Твоем мир, Твое благоденствие, оно будет в жизни каждого из нас. Мы любим Тебя, Господи. Мы живем под защитой Твоих крыл, Господи. И Слово Твое говорит, что живущий под кровом Всевышнего покоится, Господь. И мы сегодня о спокойствии, мире, Господь, в радости, что мы можем пребывать Тебе в доме Твоем, наслаждаться и славить имя Твое, Господь, за все Твои благословения, что Ты сродил нас, назвал Своими, Господь. Ты сказал, что я создам церковь, и врата, да не одолеют ее, Господь. И сегодня мы под защитой Твоих крыл, да будет во всем благословенно имя Твое, да будет имя Твое прославлено в жизни каждого из нас. Мы любим Тебя, Господи. Мы надеемся и поварим на милость Твою. Достоин Ты принес всю славу, всю честь, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. О, Сын и Дух Святой, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда на мир смотрю я На все, что Ты создал рукой Творца 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 На все, что ты создал рукой На все, что ты создал рукой Творца На все, что ты создал рукой 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 Творца Потому что мы знаем Мы знаем, что мы не можем сделать Немного apart from You Как Ты сказали Твои disciples и Джон Ты не можем сделать Немного apart from me Отец, мы благодарны Тебе И мы не можем без Тебя, Господь В этой жизни Как Ты нам нужен каждый день Каждый день нашей жизни, Господь Мы так нуждаемся в Тебе Мы благодарим Тебя, Господь Что Ты нас прислал Ты нас оправдал И Ты нас приславил Волад Тебе, Господь За Твою любовь За Твою милость За то, что мы здесь сегодня В этот вечер, Господь Кто же я, что сверлышница Меня призвал Я блуждал, но любовь Твоя Меня нашла Меня нашла Да свободу мне Иисус навек Я Тебя царя Знаю я На свободе Искупленный О, милости Был я в рабстве Греха, но Ты Жизнью захватил Все мои грехи Я Тебя царя Я Тебя царя Знаю я Богом Богом Иисус Не оставь Я знаю, кто я в Тебе Твоим другом Был я назван Я знаю, кто я в Тебе Я знаю, кто я в Тебе Я знаю, кто я в Тебе На свободу мне Иисус Я знаю, кто я в Тебе Иисус знай, кто я в Тебе Я знаю, кто я в Тебе Всегда место для меня, я Дитя Царя, знаю я. Аллилуйя, слава Тебе, великий всемогущий Бог! Мы благодарим Тебя за сегодняшний вечер, который Ты нам сегодня подарил. Ты великий Бог, Ты отец наш, а мы дети Твои. И мы сегодня смиряемся перед Тобой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты усыновил нас, Ты помиловал нас, Ты спас, Ты оправдал, Ты записал наши имена вечной книги на небесах. Великий Бог, слава Тебе за Иисуса Христа, за Сына Твоего, который умер за грехи наши, пришел на эту землю. О, слава Тебе, слава Тебе, великий Бог! Мы так благодарны Тебе, Господь, за жизнь вечную, которую Ты нам подарил, за то, что мы знаем, кто мы есть и куда мы идем. Слава Тебе, великий Бог! Слава Тебе, мы поклоняемся Тебе. Величает душа наша Тебя и прославляет душа наша Тебя. Великий Бог, и мы просим Тебя, благослови нас сегодня на этом месте. Бог, благослови каждого брата, кто будет говорить. Наполни уста Духом Твоим Святым. Говори к нам, направляй нас, наставляй нас, научай нас, Господь. И каждого, кто сегодня пришел на это место, Господь, каждое сердце наполни Духом Святым, наполни любовью Твоей. И проговори каждому сердцу, чтобы никто не ушел отсюда с пустым сердцем. Во имя Иисуса мы просим, великий Бог, мы поклоняемся Тебе, мы доверяемся Тебе. А вся честь и слава пускай будет Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Церковь, давайте скажем вместе, слава нашему Богу. За что слава? За любовь, за милость, за заботу, за то, что мы здесь. Слава Ему за это. За то, что у нас есть во что одеться. За то, что вы сегодня, никто из нас, я думаю, не голодный, да? Кушали сегодня хотя бы один раз, да? За это слава Богу. Знаете, много бывает людей, которые имеют за что повозмущаться, как по-английски, по-английски есть такое слово, complain, да? Любят все время на что-то возмущаться, да? И все время находят за что возмущаться. Но давайте мы будем такими людьми, которые будем всегда искать, за что быть благодарными. За что можно радоваться в жизни. За что можно поблагодарить Бога и действительно, посмотрев на свою жизнь, сказать, спасибо тебе, Господь. Если бы не ты, не было бы у меня всего этого. И я этого не заслужил. Слава Ему за это. Теперь, когда мы немножко так обратили внимание на другую сторону, давайте еще раз теперь скажем слава нашему Богу. Вы знаете, в нашей жизни бывают такие обстоятельства, что когда-то нам Бог что-то сказал в нашей жизни, да? Мы получили какое-то откровение, да? Бог что-то обещал в нашей жизни. Бог сказал, что я что-то сделаю в твоей жизни. Я имею какой-то план для тебя. Я что-то хочу через тебя сделать. Я хочу, чтобы в твоей жизни что-то произошло, что я задумал о тебе. И когда мы получаем такое откровение, да, мы хотим, чтобы оно быстрее произошло. Что-то доброе, да, мы получили. Но Бог часто, Его время и наше время, но не одинаковое. Он бывает работает над нами дольше, чем мы того бы хотели. И мы хотим, чтобы то, что мы услышали, произошло сразу и быстро. Но это Бог иногда не сразу дает нам то, что мы так сильно хотим, не потому что Ему жалко, не потому что Он как бы вот такой немножко как бы жадничает, да? Вот как дети иногда говорят нам, родителям. Ну что тебе жалко, у тебя же есть, ты же можешь это сделать. Да, я могу, но сейчас еще это не время для тебя. Тебе нужно еще подрасти, тебе нужно чему-то научиться, прежде чем я смогу тебе что-то доверять. Например, да, руль машины, да? Подростку, например, 14 лет или 15, да? Ну мне уже целых 15 лет, я смогу ехать на машине. Да, ты, может быть, сможешь, если я рядом. Но я тебе еще не буду доверять. Я тебя буду учить, я буду помогать тебе. И когда придет время, когда ты сдашь все экзамены, когда ты все сделаешь правильно, и когда я буду видеть, что ты действительно можешь, тогда я тебе доверю. Когда я увижу, что ты готов. Так и Бог на нашу жизнь смотрит. И когда мы христиане в доме Отца, когда мы родились свыше, когда мы стали детьми Божьими, мы не должны оставаться детьми все время. Мы должны расти, да? Мы должны меняться. И когда мы растем, да, тогда Бог меняет нас в образ свой, и Он потихоньку, когда мы меняемся в образ, нужно иногда дольше. Я помню, когда я был маленький, один человек, он очень быстро любил все делать и смеялся над другим человеком. Они были взрослые, но я был маленький, и я это видел. И он все время смеялся, что вот для та работа, которую делает вот тот сосед, да, я эту работу могу сделать за два дня, а он целый месяц делает. Но результат работы той и этой, знаете, какой был большой результат? Что у этого все было так быстро-быстро-быстро и очень ненадежно, очень некрасиво, и очень быстро это ломалось, и потом ему нужно было это переделывать снова. Два дня работал, потом через неделю уже нужно что-то чинить, что-то опять чинить, что-то опять подделывать, и так все время он что-то пытается подделывать. Если мы хотим быть сильными христианами в Боге, мы должны серьезно подходить к Библии, к Слову Божьему, к познанию Бога Отца, доверять Ему свою жизнь и не торопить события. А тот человек другой, который строил, да, у него брало дольше, но когда он делал свою работу, эта работа была на года. Он делал ее так надежно, так крепко, да, из железа, он там высверливал, сваривал, но он так делал это хорошо, что это было на года. И надежно, и красиво. Так и Бог хочет. Чтобы ты не был таким христианином, который нужно через каждые два дня что-то там подлатать, каждые два дня что-то нужно чинить, и ты постоянно в чем-то ломаешься, постоянно в чем-то спотыкаешься. Бог хочет, чтобы мы были такими христианами, чтобы мы были сильными на года, надежными в Боге. Чтобы никакие ветры учения, никакие непонятные верования или убеждения кого-то, или ветры жизни, чтобы не могли нас сломить, но чтобы мы твердо стояли во Христе Иисусе. А для этого, чтобы воспитать в нас такой характер, Бог долго работает над нами. Так, я сегодня хочу немножко поговорить о Давиде. Мы много говорим о Давиде. Это один из любимых моих персонажей из Библии. История о Давиде. Он тоже когда-то получил откровение от Бога. Но прежде чем он еще получил это откровение, мы сегодня как в утренней проповеди слышали, он просто был пастушком. Был просто пастушком. Пас овец, любил Бога. Любил Бога, пел для него песни, поклонялся ему. И знаете, часто люди что-то делают, для того, чтобы их заметили, для того, чтобы как бы на публику работают. У Давида такой проблемы не было. Его там кто видел? Овцы его видели. И все. Может быть, там, когда волк или медведь там пытались украсть овец. Люди не видели, люди не знали. Он был там далекий от всех. Но его видел Бог. Его были отношения с Богом. Вот эта вот любовь искренняя к Богу была важна Богу. И он заметил его. Он заметил его. И вот, когда произошло то, что произошло, мы читаем в истории Израиля, когда Саул согрешил, когда Бог отступил от него, и когда Самуил очень огорчался и плакал, что же теперь будет с нами? Что же теперь будет? И Бог говорит, я имею свой план. Ты по-человечески можешь что-то размышлять, что-то планировать, что-то получилось не так, как ты ожидал. Да, у Самуила были свои ожидания об Израиле. Он говорит, Бог, ну ты не бойся. Не ты контролируешь ситуацию. Я контролирую. Я планирую. Итак, я что-то задумал. Я выбрал себе другого царя. Пойди в дом Иесея. И когда они приходят в дом Иесея, помните эту историю, что произошло? Они начинают выбирать. Привели к нему всех вот этих сыновей. Привели такие великие, красивые. И Самуил даже подумал, что вот, наверное, вот кто-то вот из них. И на одного сказал, точно он. Но Бог не так смотрит. А Давид, который пас овец, которого даже не позвали, которого даже не позвали туда, он как бы, никто о нем и подумать не мог. Мог ли тогда Давид, когда он пас вот этих овец и поклонялся Богу, подумать, что меня Бог изберет великим царем Израиля? Что когда-то через меня, через мою линию родовую, придет Мессия, Спаситель всего мира? Мог ли когда-то Давид представить себе, что задумал о нем Бог? Для какого великого его плана Бог отобрал Давида от всех остальных? Что Иисус когда-то, когда будет ходить по земле, помните, как его будут называть? Иисус сын чей? Сын Давидов. Почему? Потому что сын Давидов, это будет Мессия. Это значит, равносильно вот это название, Иисус сын Давидов. Это равносильно тому, что мы признаем тебя Мессией, тот, которого нам обещал Бог. Мог ли когда-то вот этот пастушок представить себе? Думаю, что нет. Он не этого искал. Он просто любил Бога. Он просто любил. Что я хочу сказать каждому из нас? Великие люди не становятся сразу великими в Боге. И не обязательно становиться великими. Не к этому мы должны стремиться. Мы должны просто любить Бога. Просто по-настоящему просто любить. Не на публику. Не потому, что про нас кто-то что-то подумает. Не потому, что нас похвалят или подумают и скажут, вот какой хороший христианин. Вот с него берите пример и так далее. Нет, я просто люблю Бога. Почему ты это делаешь? Я просто люблю Бога. Почему ты так не поступаешь? Потому, что я хочу вот так. Потому, что я так верю. Не потому, что про меня скажут или не скажут. Как много в жизни нашей бывает вещей, которые мы делаем или не делаем, говорим или не говорим, только потому, а что скажут люди? А что подумают люди? Какая разница? Я это говорю или не говорю, потому, что я Бога люблю или боюсь Бога. Помните, забегая вперед, когда Давиду будет предоставлена жизнь Саула, и он может его сейчас убить. Вот убьет Саула. Бог предает его жизнь в руки Давида. А Давид говорит, я боюсь Бога. Давид, при чем тут сейчас это? Ты сейчас можешь закончить все свои страдания. Все твои гонения на этом закончатся, притеснения. Сколько ты уже по этим горам там бегаешь. Сколько зла этот человек причинил тебе. А я боюсь Бога. Не подниму руки мои на помазанника. Пусть это кто-то другой сделает. Пусть Бог каким-то другим образом это сделает. Через руку врагов, филистимлян или кого-то. Но не через меня. От меня зло пусть не выйдет. Да, он сделал зло мне. Как мы часто ищем вот этого правосудия. Воздать мне сделали зло. Но если это зло в ответ выйдет через меня, я становлюсь таким же злым, как и тот человек, который сделал зло мне. Да не будет выходить зло от меня. Если Бог и накажет того человека, пусть он накажет это, как он хочет. Но не через меня. Мое сердце да будет иметь мир. Мир с Богом. И мир по отношению к этому человеку. Я, Господи, отказываюсь от правосудия для этого человека. Да, мне все внутри может быть кипит по отношению к этому человеку. Я не буду сейчас лицемерить и сказать, что я его так люблю, что сейчас буду его обнимать. Сколько зла он мне сделал. Нет. Но я прихожу к тебе и говорю, Господи, не наказывай его за то, что он сделал мне. Ради тебя я прощаю его. Я отказываюсь от справедливого наказания для этого человека ради тебя. И отпускаю его. Бывает в будущем, бывает в будущем, человек тот кается и даже приобретаешь брата. Бывает, ты никогда не приобретешь брата. Бывает, он был злым, злым и останется навсегда. Но в моем сердце мир. В моем сердце покой. В моем сердце жизнь. И нет там никакого зла. Потому что, почему я так делаю? Потому что я люблю Бога. И боюсь Бога. Почитаю его. Итак, как о Давиде. Никто никогда не мог представить, что Давид станет вот таким великим. Он там где-то пастушок. Когда-то Христос, когда пришел на эту землю, когда он ходил по этой земле. Помните, как книжники и фарисеи к нему относились? Они не были глупыми людьми. Это были очень-очень образованные и умные люди. И многие из них искренне любили Бога. Но никак они не могли себе вместить, что вот он, он, Мессия, он вот этот сын Давидов? Нет, нам такой не нужен. Не можем мы его такого принять. Помните, что о нем Мессая говорит? Нет в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Он? Кто он такой? Он с какой семьей он родился? Никто о нем не знает. Потому что в тот момент уже род Давидов очень был унижен. Потому что к тому времени еще со времен Маковеев уже не было царей, которые были от Давида. Со времен Маковеев власть взяли в руки свои священники. И они уже царствовали. А род Давидов уже был унижен. Кто это вообще такой? Да, они ждали от рода Давидова, но они ждали по-другому. Они ждали другого. И ожидания у них от этого Мессии были другие. А тут приходит кто-то, непонятно кто. Но несмотря на то, что думали книжники и фарисеи, несмотря на то, что думали другие люди, Бог имеет свой взгляд. Бог имеет свою оценку на тебя. И как важно, когда мне важно, какую оценку обо мне дает Бог. Послушай, каждый из вас и я очень цени и переживай о том, не в плохом смысле, что бойся, а в смысле пусть для тебя будет важно то, что обо мне думает Бог. Пусть это никогда не будет сравниваться с тем, что обо мне думают люди. Потому что в итоге, в конце концов, в конце концов, перед Богом будешь стоять ты. И когда будешь ты стоять перед Богом, уже какая разница, что про тебя думали люди, говорили люди, как они тебя судили или наоборот превозносили. Какая разница? Там уже будешь ты и Бог. Я как-то разговаривал недавно с одним человеком, и он рассказывал, как некоторые люди называют себя верующими, и очень-очень плохо относятся к другим людям и учат так. То есть учат только лицемерно, а в своей жизни у них никаких дел нет. Им только важно, что о них подумают люди. И мне было, я с ним разговаривал, и мне было очень, как правильно сказать, тревожно, больно и страшно в каком-то смысле. Почему люди не понимают? Какая мне разница, что сейчас про меня будут думать люди? Ведь есть живой Бог. А Он говорит мне, ну ты знаешь, Бог это далеко, а вот сейчас здесь, сейчас важно, что про тебя сейчас думают люди. Вот сейчас важно. Вот сейчас важно, чтобы твой авторитет там поддержали, чтобы тебя там правильно преподнесли и так далее, чтобы ты не унизил себя и так далее. Вот сейчас важно. Поэтому они не переживают о Боге. Бог это когда-то далеко. К тому времени еще много может чего измениться. Может быть еще, если нужно и покаяться где-то, или это вот сейчас важно. Но Бог это же недалеко. Бог всегда здесь. Кто нам такое ложное понимание дал, что Бог это когда-то, когда мы только в будущем проживем долгую жизнь, и тогда только встретимся с Богом. А кто нам вообще сказал, что мы через час еще будем живыми? Мы так представляем, как само собой разумеющееся, но на самом деле никто не контролирует свою жизнь. Никто не контролирует свою жизнь, сколько будет длиною наша жизнь. Только Бог один знает, сколько тебе дано. И мне дано. Поэтому надо всегда, всегда быть близко к Богу. Всегда быть в таком состоянии, чтобы переживать или чтобы для нас было важно, что обо мне думает Бог. Вернемся к Давиду. Это написано в первой книге Царств, 16 глава, 11-13 стих. «И сказал Самуил Иесею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иесей, «Есть еще меньше, он пасет овец». И сказал Самуил Иесею, «Пошли его и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иесей и перевели его. Он был белокур с красивыми глазами, приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму». Итак, помазание на царя произошло, но станет Давид царем только спустя, знаете, сколько лет? Только спустя примерно 15 лет он станет царем. Помните, с чего мы начинали наше рассуждение? Мы получили какое-то откровение, что-то получили от Бога, ну давай нам уже хотя бы, ну максимум через неделю. Бог говорит, «Потерпи, подожди, ты еще не готов». «Не, я готов, я сейчас вот горы буду переворачивать». Не сейчас, еще нет. Давид принимает вот это помазание. В глазах Божьих все, произошло помазание. И только узкий круг людей знает, кто такой Давид, что он царь Израиля, при живом Сауле. И Дух Божий почивает на нем, но ему еще нужно многое пройти, многое научиться прежде, чем он станет тем Давидом, о котором мы потом читаем на страницах Писания дальше. Я не говорю, что он, сердце его было какое-то неправильное, что его нужно там было много чего с ним сделать. Нет, не об этом. Просто я хочу сказать о том, что, да, когда Давид был пастушком, он любил искренне Бога. Но для того, чтобы доверить человеку какое-то служение, для того, чтобы человек духовно вырос, и Бог мог через него что-то делать, человеку нужно пройти долгую школу. Вы знаете, сколько Моисей лет школу свою проходил? Когда-то ему было 40 лет, Моисею. И вот он тоже, вот как Давид, наверное, думал, вот сейчас я готов. Разве, братья мои, вы не видите, что Бог через меня вас спасает? Помните, мы читаем в Библии, когда он заступился там за своего брата еврея? А братья его не поняли. Братья, наоборот, ему сказали, а ты кто такой вообще? Как кто такой? Вы что, не знаете? Нет, мы не знаем и не хотим тебя знать, как избавители нашего. И он убегает в пустыню. И еще 40 лет Бог его учит. И самое интересное, знаете, что происходит? Часто, когда люди там вот такие там бравые, такие идут вперед, я, 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 это очень часто признак того, что он еще, скорее всего, не готов. Моисей, когда прошло 40 лет, и когда Бог с ним заговорил, когда он уже был готов, Моисей говорит, может, другого пошлешь? Может быть, другого пошлешь? Скромность, кротость. Написано о Моисее, что он был кратчайший человек. Как сегодня Бог хочет воспитать в нас вот такие качества, чтобы мы больше и больше были похожими на Христа, а мы хотим все и сразу. Еще одна очень важная мысль, о чем я хочу вам сказать, что наша жизнь не только ради этой жизни на земле. Очень часто мы не понимаем Бога и можем на Бога за что-то обижаться и огорчаться на Него, потому что мы думаем о том, почему здесь на земле Бог что-то не делает, Бог не отвечает на какие-то молитвы, Бог почему-то вот не делает так, как мне нужно, потому что мы оцениваем с точки зрения плотского или не плотского, как с точки зрения вот этой жизни земной. Но Бог, Он смотрит дальше. Он нас учит не ради земной. И все, что мы проходим, вот это земное, это очень коротенькое с тем, что нас ожидает в вечности. Он смотрит в свете вечности. Царство Его вечное. Он Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог живых, а не мертвых. Не ради земной жизни здесь на земле. И вот поэтому часто наши огорчения, недопонимания бывают, потому что мы чего-то ожидаем, и наши ожидания от Бога ради вот этой земной жизни. И когда здесь что-то не происходит так, как мы планировали, ожидали, что-то не так. А Бог говорит, я это допускаю, потому что я смотрю в свете вечности, потому что только Иисус мог сказать, что оставь, продай все свое имение, продай все свое имение, и пойди следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах. Ну, кто это может сделать? Потому что мы смотрим в свете земного, а Он смотрит в свете небесного. Поэтому, когда Бог работает над нашим характером, Он не работает только ради того, чтобы нас на земле изменить, а чтобы ты к вечности, в вечность вошел другим человеком. Твой характер для вечности был другим. Да, мы спасаемся через Иисуса Христа. Нет сомнения в этом. Не через наши дела. Но освящение, оно происходит во всю нашу жизнь. Наш характер каждый день меняется больше и больше, должен меняться в образ Христа. И вот с вот этим характером мы пойдем на небо. Спасение через праведность Иисуса Христа. Своей праведностью никто не спасется. Но освящение наше, наш характер, это то, с чем мы будем идти в небеса. Поэтому Бог, Ему важно наш характер воспитывать. В каких-то вещах для земли, а в каких-то вещах для неба. Итак, Бог работает над Давидом. Дает ему мудрость, успех во всем. Давид побеждает Голиафа. Саул делает его военно-начальником. Вот он возвращается с этой победы от Голиафа. Великое поражение филистимлянам. Великая победа и избавление Израилю. Поют женщины, помните, поют. Говорят, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Саула уже там что-то закрутило внутри. Он знал, что от него Бог отступил. Наверное, это будет Давид, который будет следующим царем. Но я это допустить не могу. Не могу согласиться с волей Божьей. Не могу согласиться. Хочу взять в руки эту ситуацию. Хочу продолжать контролировать ситуацию и строить так, как я хочу, а не как Бог хочет. Когда-то книжники и фарисеи, и начальствующие в Израиле, они не слепые были, когда видели, когда Иисус Христос ходил по земле, исцелял прокаженных, слепым давал зрение, мертвые воскрешали, больные были исцелены. Они видели, что это не простой человек, это не какой-то самозванец. Там были до него какие-то самозванцы. Они таких чудес не делали. Это было другое, это что-то было другое в нем. Они понимали, что это не простой человек. И кто-то из них, поэтому и прямо Никодим и пришел к нему, и он ему и говорит. Мы понимаем, что человек, если нету с ним Бога, он не может таких вещей делать. Но все же многие из них не могли с ним согласиться и принять его. Не дадим ему царства. Мы будем контролировать. Мы будем царствовать. Мы будем жить так, как мы хотим. И вот так наша плотская природа часто в нашей жизни, вот эта постоянная борьба. Дух противится плоти, плоть противится духу. И наша плоть, она все время хочет контролировать и царствовать в нашей жизни, чтобы было, как она хочет. Но тот, кто ищет Бога, духом умерщвляет дела плоти. И вот здесь эти люди, они говорят, как бы своими делами, не допустим этого. Помните притчу, которую Иисус Христос рассказал о злых виногрядрях? Посылал к ним Бог слуг своих, государь слуг своих. Они увидели, что с ними сделали. Побили, выгнали, послал других слуг. И с теми поступили так же. Говорит, пошлю к ним сына своего. Может быть, они постыдятся сына моего. А они увидели сына и что сделали? И сказали, ага, вот идет наследник. Убьем его и завладеем виноградником. И тогда уже никто ничего не сможет нам говорить. Мы будем царствовать. Мы сами построим себе то царство, которое мы хотим. Как мы его видим, как мы его планировали, как мы его ожидали, как мы хотели. И говорит, что будет с ними, когда придет государь? И те в страхе говорят. Не знаю, да не будет. Говорит, рассечет их. Да, поразит их. Вот так и книжники фарисеи. И Саул когда-то противится Богу. Не хочет отпускать то царство, которое Бог у него уже отнял. А Бог на самом деле, еще одна интересная мысль, не хотел отнять у царства, у Саула. Это Саул сам своей жизнью так поступил. Написано, что помните, если бы, помните слова пророка, если бы ты сегодня поступил бы, как тебе было сказано, утвердилось бы твое царство. Божьи планы бы не изменились. Мы не знаем, как пошла бы по-другому история. Как там была бы история с Давидом, как Мессия пришел. Мы не знаем, как это было бы. Но я знаю, что у Бога есть всегда совершенный прекрасный план. Люди часто пытаются что-то придумать. И вот Саул тоже взял ситуацию в свои руки. Не дождался. Ему было бы важно, что о нем люди подумают. И когда он не послушался Бога в очередной раз, отнялось от него царство. Давид после поражения Голиафа, после всех своих успехов, помните, когда мы читаем, еще женится на дочери Саула, становится зятем царя. И, может быть, уже можно было подумать Давиду, но вот сейчас уже, наверное, наконец-то исполняется то, что Бог обо мне задумал. Вот наконец-то исполняется, и вот сейчас я вот, вот уже, вот уже близко быть царем. Уже я зять царя. Наверное, уже сейчас исполнится то, что обо мне Бог сказал. А Бог говорит, нет, ты еще не готов. Ну, Боже, что ты не видишь? Я, такие победы у меня, такие, такое избавление Израилю, победа за победой, столько, столько благословения, все меня любят, все меня уважают. Ну, вот сейчас уже все, вот давай на престол. Нет, ты еще не готов. Какие у Бога мерки? Наши мерки одни, у Бога мерки другие. И Саул начинает преследовать Давида. Боже, но ты же сам хотел, чтобы Давид был царем. Зачем ты это допускаешь? Помните, я говорил, что Бог часто смотрит в свете вечности и допускает в нашу жизнь вещи, с которыми мы можем быть не согласны и не понимаем его. В каких-то вещах для земли, в каких-то вещах для неба. Так и Давид, скорее всего, не понимал. Боже, разве я уже не готов? Разве я сейчас не мог бы быть царем? Зачем ты допускаешь? Я же не просил быть царем. Зачем ты мне сейчас допускаешь, чтобы меня преследовали, чтобы меня хотели убить? Я должен по этим горам убегать, и моя жизнь постоянной опасности. Должен чувствовать эту жажду, голод. Ко мне относятся, как непонятно к кому. Многие с него смеялись, когда мы читаем эти псалмы, как люди, многие к нему относились. Какой-то слуга, который убегает от своего господина. И в итоге, Давид, вот здесь доверие Богу. Давид не выдерживает. Говорит, рано или поздно Саул убьет меня. Смотрите, есть доверие Богу, а есть наша человеческая оценка. Доверие Богу выглядело бы так. Боже, если ты обо мне задумал, чтобы я буду царем. Значит, несмотря на то, что Саул там задумал, несмотря на то, что Саул делает, я не знаю, как, ты исполнишь то, что ты задумал. Я тебе доверяю, я не боюсь. Но мы, люди, часто в нашей жизни ослабеваем, устаем в борьбе, которую мы проходим. Опускаются наши руки, и мы говорим, наверное, уже бесполезно, бессмысленно. И Давид убегает в филистинскую страну. К врагам. Когда он убегает в филистинскую страну, тогда его там филистинляне узнают и приводят его к царю. Это тот Давид, которому пели, что Саул убил тысячи, а он десятки тысяч. Он враг наш. Это тот, который Голиафа убил. Вот он теперь в твоих руках. Убежал от одной проблемы, попал в другую проблему. И что Давиду делать в этой ситуации? Боже! Я как бы пытался как лучше сделать. Да, мне тяжело, я не знаю, что теперь делать. Убегая от одной проблемы, теперь еще хуже стало. Знаете, что делает Давид, кто помнит? Он притворяется безумным. Брезумным, да? Ведет себя вот так ужасно, безумно. И этот царь на него смотрит и говорит, что вы привели ко мне этого человека? Здесь интересная мысль есть. Сказал Анхус рабам своим, видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мной? Неужели он войдет в дом мой? В древнем мире психически больных людей считали вместилищем злых духов и предпочитали не трогать их, дабы не навлечь гнев богов на себя. И вот ему нужно было вот так притвориться, чтобы этот человек как бы побоялся притронуться к нему. Что вы его привели ко мне? Видите, он безумный. Тот человек, помазанник Божий, через которого происходили великие благословения, избавления, победы. Тот человек, через которого придет Мессия, как я уже говорил раньше, которым будут вторить многие-многие люди из сына Давида, которого мы ожидаем, теперь унижается вот так. Теперь вот так себя ведет. Что это происходит? Почему муж Божий, избранник, по сердцу Божию так себя ведет? Притворяясь безумным, потому что доверие Богу ослабло, и трудно ему было. Но самое интересное, что мне нравится, в этой ситуации тоже, Библия очень честно говорит, не только вот красивые стороны, и такие стороны описывает. Мне нравится, что несмотря на то, что Давид проходил вот такие вещи, и так должен был, так унизился, Бог не отвернулся от него. Но и в этом унижении Бог не оставляет его. Часто в нашей жизни мы бываем из-за того, что или по своей глупости, или по своей упрямости, или бывает просто потому, что мы устали от какой-то борьбы, и пытаемся убежать от одной проблемы, попадаем в другую, еще хуже проблему. Но мы сами виноваты в этой проблеме, что попали в нее. Бывает такое. Но Бог не отворачивается от нас. И мне это нравится. Знаете почему? Много раз в своей жизни я знал, что я был виноват за то, что я попал в те или иные обстоятельства. Я был виноват. Я понимал это. Я приходил к Богу. А Бог мне говорит, а я все равно люблю тебя, а я с тобой не закончил. Я говорю, ну, это же я виноват. Я знаю. А что ты думаешь, я тебя люблю только тогда, когда у тебя все хорошо? Что ты думаешь, разве я такой Бог, который я забочусь о тебе только тогда, когда у тебя все прекрасно? Разве ты поступил бы со своими детьми так? Когда они тебя слушают, когда они такие хорошие, когда они радуют тебя, ты их любишь. А если они тебя огорчают, что ты перестанешь их любить? Ты станешь их ругать, бить и наказывать, и ненавидеть их за то, что они делают? Откажешься от них, от своих детей? Ты откажешься от них? Я говорю, нет. Как же ты мог обо мне подумать, что я откажусь от тебя, когда ты так сильно нуждаешься во мне? Да, я знаю, что ты сам виноват. Но как ты не отказался бы от своего ребенка, если он попал в проблему, так я тем более не откажусь от тебя. Но я помогу тебе. Разве вы, земные отцы, папы, мамы, когда ваш ребенок, если попал в трудность, в проблему, не будете попробовать всеми силами, всеми средствами помочь ему выйти из этой проблемы, помочь ему избавиться о той или иной ситуации. Я не знаю, бывают разные ситуации. Всякие зависимости, всякие разные-разные бывают плохие вещи, которые могут произойти с детьми. Сохрани, Боже. Но если происходит, разве родители не делают все, что в их силах, чтобы вернуть ребенка? Бог, Отец, говорит, а разве ты думаешь, я откажусь от тебя? Я говорю, нет. И так никогда не сомневайся в моей верности. Я никогда не предам тебя. У Давида, тогда он споткнулся в этом доверии Богу. Но если я не возьму ситуацию в руки мои, убьет меня Саул. Нет, Давид, не убьет. Я контролирую ситуацию. Но несмотря на то, что ты не до конца доверился мне и попал в эту проблему, я все равно с тобой. Я не закончил с тобой. Пойдем, у меня еще есть планы для тебя. Близок Господь. Псалом 33, 19, 20, 23. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного и от всех их избавит его Господь. Избавит Господь душу рабов своих и никто из уповающих на Него не погибнет. Слава Ему за это. Итак, и в этих тяжелейших обстоятельствах Давид учится доверять Богу, что Бог всегда остается верным и надеющиеся на Него не постыдятся. И он это не раз скажет в своих псалмах. Если бы Давид не оказался в таких обстоятельствах, он бы не выучил бы этот урок. Но Бог иногда специально нас допускает какие-то обстоятельства в нашу жизнь, чтобы мы научились. Потому что он смотрит не в свете только наших земных ожиданий. Бог, Боже, я Давид, я уже готов сейчас быть царем. Нет, Давид, я еще должен тебя чему-то научить. А вот теперь, Давид, пройдя вот эту долину унижения, вот эту долину, когда ты был одинок, когда твоя жизнь на волоске была, когда ты был в чужой стране, никому не нужен, и тебя по одному слову в веление царя могли бы убить. А я был там с тобой. И ты в этот момент доверился мне все равно, несмотря на то, что попал по своей вине в эту проблему. И теперь, доверяй мне, этот урок на всю жизнь ты запомнишь. Так учит нас Бог. Доверие Богу смирение и послушание. Эти три слова во всей этой проповеди, запомните их. Доверие, смирение и послушание. Но почему так много страданий? Почему так много трудностей? Ты помазанник Божий, избранник Божий. Какой царь, Давид мог бы подумать, мне бы хотя бы жизнь свою сейчас беречь? Вот, наверное, в тот момент, когда он уже стоял перед этим царем и там притворялся безумным, в тот момент он уже, наверное, думал, какое пророчество, какое помазание, какое предсказание о том, что я буду царем. Мне бы хотя бы жизнь свою сберечь. Так иногда мы, может быть, думаем. Наша оценка ситуации. Боже, уже ладно, уже, уже ладно, пусть не исполняется то, чего я так хотел, чего я так ожидал. Мне бы хотя бы жизнь сберечь. Вот хотя бы это сделай, Господи. Бог говорит, нет, то, что я задумал, я все исполню и здесь на земле и в вечности. Но я хочу, чтобы ты научился доверять мне в смирении, послушании. И Давида он хочет научить еще некоторым урокам, прежде чем он станет царем. Что он будет делать? Еще один урок был Давиду предоставлен перед тем, как Бог доверит ему царство. Вот опять Саул гонится за Давидом. Вот опять Саул ищет его смерти. И вот Саул ложится спать в одной из пещер. И приходит Давид в эту пещеру со своими слугами. И Бог доверяет ему жизнь Саула. И смотрит, очень внимательно смотрит. Если вы, мы до конца можем иногда не понимать, как Бог внимательно смотрит на намерение нашего сердца. На то, что мы думаем или говорим о других. Может, даже и никто другой никогда не услышит, но он сердце наше видит. И он смотрит очень внимательно на сердце Давида. Давид, вот, Саул, вот причина всех твоих страданий. Вот причина твоего гонения, твоих притеснений. Это же справедливо взять его сейчас и убить. Взять и закончить все, что этот человек причинил тебе. Воздать ему и закончится. И тебя примут царем. И ты станешь по праву царем, и никто слова тебе не скажет. Потому что по справедливости все прекрасно понимают, что этот человек тебе сделал. Да, может быть, будет там какая-то часть людей против тебя, но большая часть людей, они признают, что Саул был неправ. И Бог проверяет его. А что ты сделаешь, Давид? А Саул, а Давид говорит, не подниму мои руки на помазанника. Почему? А Давид возвращается, когда он еще был пастушком. Я люблю Бога, потому что я его люблю. Я служу Богу, потому что я ему служу, просто потому что я его люблю. Я его боюсь и почитаю его, потому что я так хочу. Мне не важно, что про меня подумают люди, что обо мне скажут другие. Те, которые с ним стояли, военоначальники его, они его не понимают, Давида. Они говорят, позволь нам, если ты не хочешь, давай я сделаю. Одним копьем ударом ударю и все. Ну как ты можешь такой шанс пропустить, Давид? Давид говорит, нет, не подниму, не скажу. Дорогие мои, когда у тебя есть возможность открыть уста свои или что-то сделать или сказать на помазанника Божьего, служителей, проповедников, на Божьих людей, которых поставил Бог, даже если они что-то неправильно сделали в своей жизни, даже если они ошиблись, Бог имеет с ними свое дело, а с тобой твое. Пусть у тебя будет вот этот страх перед Богом. Не скажу, не буду. Да, я знаю, что он виноват, этот Саул, но я не осужу. Это не мое дело его судить. Это не мое дело сейчас это наказание на него выливать. Бог с ним разберется, а я не подниму руки моей. Его не понимают те, кто рядом с ним, они уходят. Саул видел, что ему, его могли убить, и он как бы там плачет, как бы искренне говорит, что нет, точно тебя больше не убью. И в итоге, знаете, что происходит? Проходит небольшое количество времени, и он опять его преследует. Давида. Потому что часто, как я и сказал, кто-то может поменяться, если мы кого-то любим и воздаем любовью на зло. Бывает, люди меняются, и мы приобретаем ближнего своего. А бывает, некоторых никогда не приобретешь. Они так были злыми, так и останутся. Но это не значит, что мы должны стать такими злыми. И вот, это не значит, что мы должны измениться в плохую сторону. И он опять преследует Давида. И Бог еще раз проверяет Давида. Мы думаем, что это все просто так происходило. Как часто в нашей жизни мы думаем, что вот это почему-то произошло, потому что вот тот виноват, или вот это из-за этого произошло. Мы начинаем по своему пониманию и своей оценке давать оценку той или иной ситуации, из-за чего произошло и почему это, или кто-то виноват в этом. Очень часто Бог специально все вот так допускает. А вообще Бог все всегда контролирует. И автором вот этих вещей был Бог, что он второй раз допускает, чтобы Саул опять преследовал Давида. И Давид, наверное, мог бы уже ну так огорчиться на Бога, сказать, ну Боже, ну сколько можно? Я же ему пощадил его жизнь, я мог его убить, ну сколько зла этот человек еще может мне причинять? Сколько можно уже? Мы в своей жизни можем так тоже огорчиться, сказать, ну сколько можно? Сколько можно любить? Сколько можно прощать? Сколько можно терпеть? А Бог это допускает, чтобы научить тебя не просто терпению, а долго терпению. Чтобы научить тебя любить не на словах, а настоящей любовью. Чтобы ты еще больше стал похожим на Христа. и он допускает, и он допускает ему еще раз жизнь Саула дает в руки Давида. И Давид опять стоит перед Саулом и опять выбор. Ну, воздать ему за все зло или нет? Нам легко сейчас об этом рассуждать, мы знаем конец истории. я не знаю, какая была борьба у Давида в этот момент, когда он смотрел, мы можем только представить себе. Смотрит на Саула, опять с ним его военачальники, солдаты, эти воины. Опять ему говорят, ну позволь нам! А он говорит, нет, я не изменился. Каким я был, таким я и останусь. Как я говорил тогда, что я не подниму руки мои на помазанника, я еще раз говорю, не подниму. Дорогие мои, вот такой твердый характер Бог хочет воспитать в нас. Сегодня упоминалось в утренней проповеди в Седрах, Месахе, Авдинага, Анания, Месаил, Азария. Пусть все поклоняются, а мы не поклонимся. Вас же убьют. Может, вы не до конца услышали? Давайте мы еще раз вам эту музыку поиграем, и когда эта музыка заиграет, поклонитесь вместе со всеми. Вы что, вообще что ли? Нет, 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 мы все прекрасно поняли. Мы все прекрасно услышали. Не стоит, нет нужды тебе, царь, это делать. Мы сказали, не поклонимся. Вам что, не страшно? Страшно нам. Да, мы скорее всего умрем. Думаю, что больше вероятности они думали, что они умрут, скорее всего, чем останутся живыми. Они допускали мысль и знали, что Бог может избавить их. Как они сказали, они реально верили так. Я знаю, так написано, я так доверяю Писанию. Они сказали, что Бог может избавить нас от печи, от огня, от руки твоей, царь. Они верили так. Но, скорее всего, думаю, что они понимали, что они, скорее всего, умрут. Они были готовы умереть. Но истукану твоему не поклонимся, потому что мы так верим. Потому что мы Бога боимся больше, чем твоего истукана. Потому что Божие мнение о нас важнее, чем то, что подумают о нас другие, скажут вообще сумасшедшие какие-то. Ну поклонитесь там. Нет. Для нас важен Бог и Его мнение, и Его последнее слово, которое Он скажет о нас. Умереть умрем, но истукану не поклонимся. И знаете, что происходит? Мы историю знаем. Бог их чудесно спасает. Но даже если не так, помните, что они сказали? Даже если не избавят, они были готовы. И Давид второй раз это ему допускается. И говорит, каким я был, таким я и останусь, не подниму руки моей. Вот теперь Давид, ты готов. Вот теперь, Давид, ты готов. Боже, у Бога свои мерки. У Бога своя оценка о нас. У Бога своя школа. Не такая, как мы понимаем. Не так он учит, как мы учим или представляем себе. Теперь, Давид, ты готов. в итоге, в конце концов, Саул погибает. Саул погибает. И Давид может взять царство в руки свои, да? Но здесь уже другой Давид. Он приходит и становится царем только над двумя коленами. А остальные десять колен. Ты же можешь пойти сейчас и насильно взять это. Там особо большого сопротивления не думаю, что будет. Нет. Бог дает царство кому хочет. Если Он хочет дать его мне, Он его даст мне. Я его насильно не возьму. И Он идет и принимает царство только в двух коленах. И только через по прошествии семи лет, семи лет царствования в Иудее, Бог делает его царем над всем Израилем. И если мы читаем Библию, не Он, они приходят к Нему и говорят, будь нашим царем. Они приходят к Нему. Понимаете, когда Бог дает, уже никто там противиться не будет. Когда Бог что-то делает, то когда Бог открывает дверь, уже никто там ничего не сможет сделать. Когда это явно для всех, там уже никакой не может быть такой оппозиции, которая что-то может сделать. когда Бог делает всем это явно. Но самое мне больше здесь нравится вот этот характер Давида, который воспитал в нем Бог, что он не гонится больше за властью. Помните, как Саул, как он рвался и гнался за властью? Давид не гонится. Он говорит, буду царствовать над двумя коленами. Приходят другие, и они говорят, будь царем нашим. А если в будущем мы читаем, когда уже Авесолом на него восстал, опять он не берется, не гонится за властью. Он просто убегает, спасая народ. Этот человек чему-то научился, потому что Бог воспитал в нем другого человека. Тот, кто не умеет доверять Богу, не будет ему послушен, потому что не умеет доверять ему. А тот, кто не боится все доверить Богу, и доверяя Богу, не боится потерять жизнь или царство, или контроль над своей жизнью или царством, кто знает, что все в его руке, ни обстоятельства, ни люди, ни дьявол, ничто и никто не имеет полной власти или контроля над ситуацией. Полная власть только у Бога. За Ним всегда последнее слово. И кто сможет противиться воле Его? В книге Иова написано в 42 главе, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Но сейчас будем молиться. И я хочу еще сказать очень важные слова. Если ты проходишь в своей жизни какие-то трудности, если ты в чем-то Бога не понимаешь, если ты в чем-то не согласен, у тебя были какие-то ожидания от Бога, если, может быть, ты и как Давид когда-то сам виноват, и из-за твоих каких-то неправильных поступков ты попал в трудности, какие-то трудные обстоятельства, я хочу сказать тебе, что Бог, Он есть верный Бог. Я хочу сказать тебе сегодня, что Бог, Он не закончил с тобой, Он самый верный. Что Он продолжает любить и воспитывать в тебе свой характер. Какие-то вещи для земной жизни, какие-то вещи для небесной. И поэтому Его взгляд не такой, как наш взгляд. Если ты с чем-то борешься, если ты в чем-то устал, если ты сегодня, может быть, что-то сам не можешь победить, и опускаются твои руки, и ты, может быть, думаешь, как Давид уже, какое царство, мне хотя бы жизнь свою сберечь. Хочу сказать тебе сегодня, все, что задумал о тебе Бог, оно исполнится. Но самое главное, Он хочет, чтобы ты научился доверяю Ему смирению и послушанию. Господи, я не боюсь тебе доверить свою семью. Я не боюсь тебе доверить мое будущее. Да, мне так хочется взять ситуацию в свои руки, попробовать что-то исправить. Как часто мы, пробуя вот такие ситуации взять в руки, еще хуже делаем. Я не боюсь. Но мне страшно, я не знаю, что ожидает моих детей в будущем. Я не знаю, что ожидает нас в этой стране в будущем. Я не знаю, что ожидает и у нас бывают вот такие вот разные переживания, переживания. Я не знаю, если я выйду замуж, если я женюсь, если правильный человек от Бога будет. Я не знаю, как воспитать правильно детей. Я не знаю, как нужно будет обеспечивать семью. Я не знаю, я не знаю, разные страхи приходят, разные переживания приходят. Я не знаю, как побороть этот грех, как побороть эту зависимость. Я не знаю, как решить и побороть эту болезнь. Может быть, я годами с этой болезнью борюсь. Врачи не помогают. Я не знаю, что мне делать. Как доверять тебе, проходя вот эти трудности? Легко говорить, а как доверять тебе? А я не закончил с тобой. Я Господь Бог. И последнее слово за мной. Не за врачами. Не за лидерами и руководителями этого мира. Правителями этого мира. За мной слово. В твоей жизни, в этой стране, в этом мире будет, как я сказал, говорит Господь. Не бойся доверять мне. Я есть Бог. И последнее слово за мною. Когда я скажу, чтобы в твоей жизни буря остановилась, она остановится. Когда я скажу, молкни, перестань, буря перестанет. Не плачь и не бойся. И не говори, ну Иисус, ты же со мной в лодке. Почему это буря? Что ты спишь? Я не сплю. Я все контролирую. Я с тобой в лодке, не бойся. Я помогу тебе. Я проведу тебя. Иногда я сам допустил эти вещи в твою жизнь, чтобы воспитать в тебе свой характер, характер Христов. Чтобы ты научился любить по-настоящему. Чтобы ты научился прощать по-настоящему. Чтобы ты научился смирению, послушанию, простоте. Чтобы ушла всякая гордость, всякая человеческая. Эти ценности земные, плотские, которым стремятся люди. Чтобы мне больше было не важно мнение людей. Чтобы оно не контролировало мою жизнь. Чтобы я был тем пастушком Давидом, который люблю, потому что люблю. Поклоняюсь, потому что люблю. И слушаю Бога, потому что я хочу Его слушать. Не потому, чтобы показаться или еще что-то. Я люблю. Я почитаю Бога. Я уважаю Его. Я трепещу перед Словом Его. Я хочу любить Ему. Я хочу служить Ему. Я буду, как Даниил, по которому, как вчера и третьего дня, пойду и поклонюсь Богу моему. И пусть меня за это бросят в ров львиный. А я делал это вчера. Я и сегодня буду это делать. Я пойду и поклонюсь Богу моему. И буду прославлять Его. Почему, Даниил? Потому что я люблю Бога. Я трепещу перед Ним. И пусть мне не разрешают это. Пусть в каких-то странах, как когда-то у нас было раньше, а на сегодня и в других странах есть такое гонение на крестьян. А я буду поклоняться Богу. Мы не знаем, что нас ждет завтра здесь. А я буду всегда поклоняться Богу. Я люблю Его. Последнее слово за Богом. Давайте мы встанем на ноги. Знаю, что Ты все можешь. И что намерение Твое не может быть остановлено. Ему за все слава. Его есть царство и сила. И слава во веки. Аминь. Наш Небесный Отец. Ты есть верный Бог. Ты верный Бог. Меняются страны, империи, Господь. Меняются люди. Меняются времена, поколения, Господь. Ты остаешься тем же, что был и вчера, Господь. И для Тебя были дороги такие, как Даниил. Такие, как Иосиф. Такие, как Давид. Для Тебя они были дороги тогда, и они дороги сейчас. Те, которые любят Тебя просто потому, что они любят. Которые хотят поклоняться и служить Тебе. Несмотря на то, что происходит вокруг. Несмотря на то, что вокруг, может быть, не поклоняются и не почитают Тебя. А я буду служить Богу моему. А я и дом мой будем служить Богу. А вы как хотите, а я буду. Слава Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Небесный Отец. Во имя Иисуса, Духом Святым Твоим, Боже, касайся наших сердец. Боже, прикоснись к каждому из нас. Дай нам сегодня, Господь, довериться Тебе. Может быть, у кого-то ослабела эта вера в своей борьбе. Может быть, у кого-то опустились руки, и доверие к Тебе ослабло. И хочется взять ситуацию в свои руки, Боже. Помоги нам прийти к Тебе и сказать, а я верю Тебе, Искупитель мой жив. Он контролирует все. За Ним последнее слово. И даже если нужно будет умереть во имя Иисуса. Боже, помоги мне до конца, до конца быть верным. Последнее слово за Тобою. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе за Твою верность. Спасибо Тебе, что принял меня, принял нас в семью Твою. Не по делам нашим, но через жертву Твою, Христос. Слава Тебе. Благослови народ Твой. Благослови церковь Твою. Благослови каждого на этом месте. Помоги нам, Боже. Учи нас. Расти нас в образ Твой. Чтоб нам больше и больше быть похожими на Тебя, Христос. Чтоб мы были такими, какими Ты хочешь видеть нас. Смирение, доверие, послушание. Тебе слава за все. Во имя Иисуса. Аминь. Благослови народ Твою верность. Пусть несется безблагодарение, Господу Он кровью наспас. Благодарим, благодарим. Пусть несется безблагодарение, Господу Он кровью на Тебя, Христос. Благодарим. 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 Благодарим, благодарим, за Твою любовь, благодарим, достоин Ты вечной волны, за Твою любовь благодарим Тебя мы. Благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим, достоин Ты вечной волны, за Твою любовь благодарим. За прекрасный дом в лазурном небе, за святую вечность без конца, пусть выжить сегодня песнь моления, эту песнь поют в наши сердца. Благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим, достоин Ты вечной волны, за Твою любовь благодарим. Благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим, достоин Ты вечной волны, за Твою любовь благодарим. Благодарим, 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 достоин Ты вечной волны, за Твою любовь благодарим. Слава Господу, народ Божий, Ему за все слава. В каждом нашем служении, в каждой нашей песне, в каждом нашем слове благодарим Бога за то, что есть это время, есть это место. И если честно, мне очень приятно, что у нас есть вечернее служение, и Бог что-то говорит, и мы присутствуем Божьим. Это хорошо. Я понимаю, что многие церкви уже отменили вечернее служение, но у нас есть, и я этим горжусь на самом деле, потому что чем больше мы кушаем, тем больше мы вырастим. Тем меньше мы кушаем. Я понимаю, что в этом мире будем выглядеть стройно, но в духовной жизни будем очень-очень слабенькие. Поэтому Слово Божие должно звучать, и не только здесь, оно должно звучать у тебя дома. Оно должно звучать у тебя дома, и чтобы было вот это доброе желание пребывать в общении с Господом. Поэтому я благословляю каждого из вас. Читайте Слово Божие, молитесь дома, вникайте. И всякий человек, который наклоняет себя в Слово Божие, поверь, с ним обязательно заговорит Господь. Обязательно со стороны Писания ты будешь слышать голос Господень. Поэтому благословляем всех, кто и утром приходил, кто и вечером. Вы люди сильные, вы люди могучие. Пусть Бог благословит вас. Нам осталось сделать объявление. Мы будем с вами завершать наше служение. Я напомню, что наше водное крещение будет 3 августа. И это праздник для церкви. Поэтому приходите, купите цветочки не только своим. Всем купите цветочки, подарим, поздравим. Если вдруг ваш родственник там нет, его нет на этой фотографии, это не значит, что нужно не приходить. Нужно обязательно прийти. Это праздник церкви. Мы будем всех поздравлять, за всех молиться. Это очень важное служение. Также сегодня последний был день регистрации в подростковый лагерь. Если кто-то еще вдруг не успел, можете позвонить Давиду Шикулу или мне сказать, потому что все остальные места будут заполнены другими церквями. И наше семейное служение, еще раз повторяю, с 30 августа, оно будет и до 2 сентября. У нас в гостях будет Павел Вера Рындыч. Это епископ, это пастор церкви. Это очень хорошие люди. Они несколько много церквей открывали, репцентров. Сейчас они во Флориде трудятся, приедут к нам. И это будет очень хорошее время. Поэтому рекомендую всем. Сам буду тоже там внимательно слушать и чему-то вместе с вами учиться. И я еще раз напоминаю, Николай, Антонини, Горбатюк, нужные апартменты. Детки приезжают, если кто-то знает где-то что-то за достойную цену, достойное жилье, пожалуйста, подойдите либо ко мне, либо к ним. И также просили объявить, что у нас поменялись коробочки для пожертвования. Я думаю, что все их заметили в коридоре. Я думаю, что если вы к ним прикоснетесь, то ничего плохого не станется. Можно даже туда что-то опустить. Поэтому, да благословит вас Господь. Нам осталось подняться, поблагодарить Бога за этот чудесный день. Молимся Ему за все слава. Господь, Ты есть Бог прекрасный и святой. И мы сегодня приходим на это место, потому что на этом месте есть Ты. Бог, Ты создал свою церковь. И до самого пришествия Суза Христа, Церковь Божья, она будет на этой земле. Проповедоваться будет Евангелие, Господь. Будут петься песни, Господь. Где-то свободно, где-то не совсем, но весть евангельская, она продолжит шагать по этой земле. До того, чтобы каждый человек, он услышал об Иисусе Христе. Благодарим, что мы Тебя знаем. Благодарим, что мы заключили завет с Тобой. Господь, хочется видеть, как наши дети, Господь, они тоже приблизятся к Тебе, познают Тебя, Боже, и тоже будут спасенными людьми. Хочется видеть, как Ты спасаешь наших родных, близких, Господь. И это наша постоянная молитва за неверующих родных, за неверующих мужей. Жен, Бог, дай спасение. И дай видеть это покаяние в Церкви Твоей. Мы молимся за больных людей в Церкви. Господь, за тех, которые раковые больные. Бог мой, да будет Твоя сила исцеляющая. Огради Твою Церковь, Господь. От всяких скоропостижных смертей. Бог мой, от всяких аварий. Огради, Господь. Когда молодежь наша на дорогах, кто-то быстро, медленно ездит. Бог мой, сохрани каждого. И перед нами эта неделя. Бог мой, храни, благословляй. Кто будет учиться работать, отдыхать. Да будет Твой покров и Твоя милость над каждым домом. И над каждой отдельно взятой семьей. Благодарны Тебе за этот вечер, за весь этот день. Боже, за то, что Ты наш Бог, а мы Твои дети. Прими всю хвалу и славу. Тебе за всю славу наш Бог. Аминь. Благодать Господа нашего. И Иисуса Христа. И общение. И общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Благословения Вам, Господа.